У нашей партии не тут денег, чтобы помочь мелкому и среднему бензину, в которой там они погорели. Но, когда нужно, кому нужно, центральный банок санировал. Есть эти данные масштабы России. Говорят, Татарстан на особые отношения. Так не должно быть. Татарстан донор, Татарстан почти 800 миллиардов каждый год дает, как говорится, налоги. В этом отношении центральный банок госпожа Набивлина должна помочь, санировать. Ведь кого они оголили. Между прочим, лицензию же выдает государство, центробанок. И потом, где-то аудиторская фирма, которая действительно проводит аудит, как положено, и фундамент этого банка. Это же не одновременно, наверное, нарушилось. Ничего подобного. Процессы, наверное, шли. Поэтому задача депутатов фракции КПР в госсовете, фракции КПР в Госдуме, чтобы законы должны быть, защищающие права наших, как говорится, вкладчиков. Независимо физически, юридически, перед любым банком. Ответственность центробанка здесь должна, как говорится, присутствовать. Не говоря, как говорится, и нашим национальным банком, и самого банка. Сразу столько миллиардов денег никто нигде, никакого банка не снимает. Так, Валентин Иванович? Да нет, конечно. Это вот нам преподносит, что в тот фонд банке произошло, так сказать, руководство неправильно вложило куда-то вот наши деньги, которые мы там... Законодательно помочь. ...предприятие, которое все обороты вело через этот банк. Ну, если бы я так был недальновидный, да, и не разложил деньги по разным банкам, конечно бы я просто это предприятие распустил, и 150 человек пошли бы на улицу. Вот от фонд банка 5000 человек пошли, по сути дела, сидят и не знают, дальше работать будут они или не будут. И здесь прав Хавис Гаязжиха. Ответственность не только правительства республики, и не только тех, на кого уголовное дело надо заводить, их сажать надо за то, что они так неправильно распорядились нашими деньгами. Ну и ответственность должна быть центрального государственных аппарата. Раз создали банки, раз они лицензировали, так не только там у физического леса 1400, значит, миллион 400 рублей, значит, ему, так сказать, гарантированно выплатят. А остальные, если он 5 лет эти деньги копил, кто ему забыл? Это его деньги, он заработал их. Если он их украл, разберитесь и накажите его, что он украл эти деньги. А если он не украл, значит, государство в целом должно, значит, помочь. Мы же Сирии помогаем, почему Татфонбанку не помочь? А сколько долгих? И посадить тех, которые, значит, довели до ручки. Был бы Богачев, Евгений Иванович, наверное, такого бы не было. И потом Путин списывает некоторым государствам по 10, по 15, по 20 миллиардов долларов. А почему нельзя помочь Татфонбанку? Разовые? И если не помогут, то резонанс будет очень печальный. Если вот сейчас объявят, что рецензию отобрали от Татфонбанка, это значит все. Все физические лица, которые сверху имели, они потеряли все деньги. Значит, потому что тех денег на реализацию, допустим, реализуют они их, значит, движимость и недвижимость, их не хватит, конечно. А уж юридические лица, тем более, значит, не получат этих денег никогда. Там где-то была информация, значит, вот о таких банках, да? Значит, Америку открыл кто у нас? Колумб. Колумб. Он положил в один банк, значит, несколько. Так до сих пор эти деньги у него там лежат, в смысле, да? И никто их не возвратил. А Колумб в 1600 году, значит, положил эти деньги, ну, где-то в тех годах. Так что, вот если этот банк рухнет, значит, я думаю, что резонанс будет действительно в коммунистическую партию. Все люди пойдут, значит, из-за таких вот пирамид. Это, по сути дела, МММ, только по-нашему. По-финансовому. По-татарстам. Пожалуйста. Продолжение следует.